ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Общая численность участников – более 300 человек. Среди них есть как воспитанники спортшкол, так и просто любители. Здесь, в принципе, на одном уровне и непрофессионалы, и профессионалы играют. Абсолютно непредсказуемо. Мяч может в любую сторону отскочить. Плюс на снегу приятнее играть в плане чего не жестко падать. Можно делать те финты, которые в обычном, либо зимой на покрытии было бы сложно сделать, потому что можно либо повредиться, либо больнее упасть. Турнир на снегу проходит в формате 8 на 8 игроков. Честь провести первый матч и открыть премьер-лигу выпала одному из фаворитов турнира – футбольному клубу «Пролинг». А соперником его стала команда «Винатор». С первых же мгновений завязалась яркая игра на высоких скоростях, временами напоминавшая настоящее сражение. Причем специфическое покрытие только добавляет происходящему на поле зрелищности и драйва. Все 50 минут матча были чрезвычайно активными, и игроки обеих команд демонстрировали бойцовский характер и отличную спортивную форму. Футболисты признаются, что к тренировкам и подготовке к премьер-лиге они относятся очень серьезно. Мы собираемся два раза в неделю. У многих семьи дети, поэтому у кого-то есть время на сборы. Кто-то реже видится, кто-то чаще. Ребята, которые помоложе, у которых нет семей, детей, они почаще видятся. Что же нужно для победы в футболе на снегу? По мнению вратаря футбольного клуба «Пролинк» Ильи Волкова, это коктейль из нескольких составляющих. 50% минимум это удача, потому что мячик прыгает, все скользко, отскок непонятный. Поэтому 50% удача, а все остальное это самоотдача, ну и мастерство игроков. По итогам встречи победу одержал футбольный клуб «Пролинк» со счетом 2-1. Впереди еще немало матчей и организаторы Видновской футбольной премьер-лиги, которые своей личной инициативой пропагандируют уличный спорт, будут рады любой помощи в подготовке к будущим играм.